Ребята, всем привет! Новый влог. Я сейчас сижу за компом. Буквально скоро мы пойдем со Славой снимать новую реакцию. Но прежде чем мы пойдем, я села, взяла на Алиэкспресс, потому что я хочу найти специальную такую коробочку, корзинку, куда наши гости на нашей свадьбе смогут кидать конверты с деньгами. Я думаю, что наверняка будут такие гости, поэтому хочу заказать, потому что видела как-то как раз на Алиэкспресс очень классный. Так что сейчас ищу. Сейчас самое лучшее время сделать такой заказ, потому что Алиэкспресс делает это лето ярким и запускает распродажу. С 12 по 15 июля скидки будут до 60%. Я уверена, что все любят скидки. Я тоже их очень люблю, особенно когда готовишься к свадьбе. Кстати, в период распродажи кэшбэк-сервис Letyshops даст тройной кэшбэк до 15%. Например, если вы с обычным кэшбэком вернули бы 200 рублей, то с повышенным вернете 600 рублей. Но количество активаций будет ограничено, не на всех хватит, поэтому лучше поспешить. Я уже отобрала для себя товары и собираюсь оформлять заказ. По скидке и с горящим кэшбэком это отличная возможность сэкономить. Поэтому обязательно участвуйте в летней распродаже Алиэкспресс и получите свой горящий тройной кэшбэк. Я правда старалась. И через что я прошла ради того, чтобы закончить и сделать этот клип таким, какой он получился? Ну, просто оно стоит. Следующий вопрос. Юль очень похудела. Меня тошнило от того, что я голодная. Очень сильно тошнило. И меня очень сильно тошнило от вида еды. И это ужасно на самом деле. Я очень-очень быстро начала сбрасывать вес. Иногда мне даже казалось, что я могу в обморок упасть. Настолько у меня не было сил. Потому что я ничего не ела, плохо спала и много плакала. И в итоге я сидела на успокоительном кабинете. Нет, правда такое было. Мало ела и очень много плакала. Ой, ребята! Капец. Ой, мои хорошие! Это просто шок-контентиус. Чё сказать? Привет вам! Я в шоке. Какой же я чмо! Самое тупое, что в тот момент я думала, блин, я такая красивая, наверное, вообще. Да не, я думаю, я так не думала. Просто у меня всегда со стороны... Короче, вот сейчас мне всегда кажется, типа, ой, блин, раньше я думала, что это круто. Ну, наверное, может, я и круто так и думала. Но я не знаю, просто ужас. Сегодня 30-е, уже конец, уже ночь практически. Я заказала пиццу, сейчас 23.16. Жду своего жениха с работы. Такая невеста, конечно. Нет, чтобы пожрать, приготовить мужику своему. Ну, блин, на самом деле, у меня не было времени. Клянусь. Короче, я просто смотрю старые видосы. Фу, какая мерасть. Ветераны, которые у меня были. И, ну, в принципе, сейчас уже всё хорошо. Блин, я такая тупая, я не могу. Это просто ужас. В чём суть? Я подсела на колу. Я просто в каких-то недавних видосах говорила, я вообще газировку, типа, не пью. Это вот газировка. В итоге постоянно пью, не знаю. Фу, чёрт. Так всегда. Так всегда. Это то же самое, что сказать мужику, никогда мне не изменяй, и он пойдёт тебе изменять. Вот-вот. Так же, как и я говорю, не буду пить холл, и вообще не люблю, и в итоге сижу и пью. О, боже, это старые видео. Рассказываю. У нас на свадьбе со Славой. Единственное, что я всегда действительно знала, что обязательно должно быть на нашей свадьбе, тем более так, как я блогер, да и Слава тоже, то, что обязательно должно быть какое-то видео через года, типа, с чего всё началось и так далее. Тем более, блин, мне всегда... Господи, на самом деле, вот, думая про Славу, я могу так сказать, пока его нет дома, особенно, чтобы он не слушал, как сильно я его люблю. Хотя он и так знает, я ему часто это говорю. Ну, и это так и есть. Думая про Славу, когда вот мы с ним познакомились, начали встречаться, ну, вот, честно скажу, вот он мне очень понравился, и я хотела, ну, вот, прям, не знаю, первый год даже наших отношений, я уже тогда, ну, понимала и думала о том, что я хочу, чтобы мы поженились. То есть, ну, как бы, вот, ну, типа, в прошлых отношениях у меня было максимально всё наоборот, то есть, я всегда знала, как будто бы, что мы не поженимся, что... Ну, вот, как, я не знаю, какое-то вот такое чувство, как... Я не говорю, что что-то там, кто-то плохой, и так далее, нет, просто это вот какое-то внутреннее чувство, которое... Потому что я не могу завязать их нормально. Я просто как будто бы знала заочно, что с моим бывшим молодым человеком, что это ни к чему не приведёт. И я помню, ну, по моей памяти, не знаю, у кого как, там чего, но вот я помню, что я реально никогда не думала про свадьбу вот так вот, что вот, типа, с бывшим молодым человеком у нас может быть свадьба, у нас будут дети. То есть, вот, в таком ключе, что я прям, ну, хотела и думала об этом, никогда такого не было. И я просто помню, что когда я познакомилась со Славой, вот у меня почему-то сразу было такое чувство, что как будто бы мы должны пожениться. Ну, я не знаю, это звучит тупо, я, ну, как бы думала, конечно, об этом, хотела этого, хотя я всегда на всеобщее обозрение, хоть я и говорила, что действительно я хочу замуж, и прикалывалась, и намекала, и так далее, но, ну, как бы я так никогда не говорила, что я мечтаю, чтобы именно со Славой мы поженились. Никогда так не говорила, потому что я не люблю такие вещи, и, вы знаете, очень долгое время, ну, вообще, как бы эту тему мы так стороной обходили, то, что мы, типа, поженимся, то, что может поженимся, может не поженимся, обходились стороной, потому что я придерживалась такой стороны, что я не знаю, вот когда ты сделаешь мне предложение, когда я буду чувствовать, что ты действительно хочешь, что мы поженились, тогда мы будем уже об этом вот так говорить, что, типа, вот, у наших детей будет вот это, наши дети будут ходить туда-то, мы с нашими детьми поедем отдыхать туда-то, ну, типа, знаете, вот эти вот истории, как, когда вы, там, мечтаете о чем-то, что вот, у нас будет дом здесь, когда мы с тобой поженимся, мы с тобой поедем в такое свадебное путешествие, я, ну, как бы этой темы сторонилась, потому что мне не хотелось таких приколов, что сейчас мы со Славой на весь интернет, ну, или я в том числе, как девочка, буду рассказывать направо-налево, там, как мы назовем детей, куда мы будем их водить, куда мы будем ездить, как будет у наших детей и так далее, а в итоге потом мы просто расстанемся нафиг и все, и я не хотела вот этой ситуации, поэтому, ну, понятно, я как бы выжидала, ждала моменты, когда уже можно будет так говорить, поэтому я, на самом деле, кайфую, потому что теперь, наконец-таки, мы спокойно, но мы, на самом деле, до того, как он мне сделал предложение, когда уже вот эта атмосфера у нас началась, что как будто бы что-то близится, что что-то будет, уже, ну, как бы, да, мы в четыре свадьбы, на реакциях начали что-то со Славой обсуждать, как будет у нас, когда у нас будут дети, какая будет у нас свадьба, то есть мы уже начали как бы об этом открыто говорить, я думаю, что только потому, что Слава знал, что он сделает мне предложение, а я чувствовала, что он как бы готов, и, скорее всего, это скоро будет, ну, то есть вот такая ситуация, поэтому, да, я к чему вообще кланить-то начну все это дело? Клянусь! У меня принципиальная позиция, у меня принципиальная позиция, я никогда не сказала бы своему мужику, либо мы женимся, либо мы расстаемся, нет, ни в коем случае, я это, ну, просто к тому, что если вдруг сейчас кто-то подумает, что я уговорила, конечно, на меня это давило, то, что этого не происходит, я этого хочу, и как бы время уже нормально прошло, чтобы понять, типа, там, ты хочешь со мной быть дальше или нет, я не молодею, я хочу детей, я хочу семью, и, а вдруг он еще лет 10 не решится, знаете, любовь к любовью, конечно, но, извините, можно же это, и так это 50 лет просидеть, друг друга любить, в итоге без детей, и, ну, как бы без каких-то решений серьезных, ну, короче, все это на меня давило, скоро выйду замуж, если я скоро еще и забеременею, да, мы, короче, не знаю, надеюсь, но, опять же таки, давить на меня, пожалуйста, не надо, я вообще, для меня очень большой страх, все это, я очень сильно хочу детей, я рассказывала много раз, что я очень сильно мечтаю о детях, именно поэтому у меня есть огромный страх, а вдруг что-то у меня не получится, или вдруг они будут не сразу, с первого раза, короче, вот это тоже, это нужно прорабатывать психологически, я всегда об этом думаю, но я точно знаю, что у меня будут дети, 100%, просто вопрос времени, и мы еще пока над ними не работали, поэтому я такая позитивная, и еще не было таких приколов, что мы стараемся, я делаю тест, я не беременна, я расстраиваюсь, поэтому я понимаю, что не всегда все бывает в первый раз, с первого раза, вот. До того, как мы улетели на Алтай, я постоянно ебала свой мозг тем, что мне нужно выйти замуж, почему этого не происходит, то есть я это делала не славе, а просто себе, ну, типа, как мне плохо, я умираю, я хочу жениться, я не хочу учиться, что я хочу детей, что жизнь проходит мимо меня, у моей мамы в моем возрасте уже было два ребенка, ладно, у моей мамы 24, Гоша родился второй ребенок, но все равно, ну, как бы мне 23 уже. Я вам говорю, вот я думала о том, что мне надо жениться, точнее выйти замуж, и когда мы вернулись с Алтая, что-то в моей голове изменилось, и я подумала, зачем мне жениться, зачем мне свадьба, зачем мне сейчас выходить замуж, типа, ну да, я хочу детей, ну да, ну, блин, это же не значит, что я обязательно должна вот прям сейчас родить и прям сейчас выйти замуж, может быть, это все потом произойдет очень быстро, что я даже глазом не успею моргнуть, типа, знаете, как будто бы нагенерировала. Я рассказывала, кстати, во втором влоге с поездки в Абу-Даби, что как только я отпустила эту идею о том, что мне срочно нужно выйти замуж, как-то все начало меняться в отношениях, я не знаю, я просто знаю, что от людей исходит какая-то энергия, какие-то вибрации, какие-то импульсы, я не знаю, мы их не можем вот так вот объяснить, да, описать, то есть это как, это вот как есть люди, энергетические вампиры, и вот вы только с ними встречаетесь, и вы уже чувствуете, что кто-то из вас высасывает энергию, вот, ну и наоборот тоже бывает, ну как бы вы можете заряжать друг друга, можете какие-то импульсы друг к другу отправлять, при этом ничего для этого не делая, просто если вы работаете над собой, над своим сознанием, над своим отношением к жизни и так далее. Ну короче, это все очень интересно, на самом деле, если вы хотите работать над собой и над своей жизнью, ну как это говорится, типа, хотите изменить мир, начните с себя. Мне хотелось, чтобы в наших отношениях все заиграло другими красками, чтобы все, о чем я мечтаю, скорее сбывалось, чтобы мы были счастливы, и как бы я могу сказать с уверенностью, что сейчас я счастлива, все играет офигенными красками, а надо было всего-то просто изменить что-то в своей голове, и даже ничего не надо было говорить никому, то есть это не так работает. Я сейчас сижу, скачиваю какие-то старые видосы, вообще я обращусь за помощью к специалисту, к девочке, она смонтирует видео, у меня на это времени, если честно, нету, но я все равно ради интереса хочу поскачивать старые видосы, может быть, сама что-то смонтирую, какое-нибудь коротенькое для Ютуба или ТикТока тоже прикольно будет. Ну, короче, не знаю, но видосов у нас со Славой просто дофига, и как это все скомпоновать, какие-то классные, интересные моменты, отсмотреть весь материал и выбрать самое сочное, самое вкусное, я не знаю. Всем привет, ребят, меня зовут Юля, а это мой парень Слава. Йоу. Такомыли мы с родителями друг друга, что мы друг о друге вообще думаем. Думаем. И типа того. Сразу хочу сказать, что в этом видео вы услышите не все ответы на ваши вопросы, поэтому вы можете перейти по ссылке в описании на видео Славы, там продолжение, то есть там другие вопросы. Я не знаю, каким образом он в меня влюбился. Знаете, в чем кайф? Слава полюбил меня такой, какая я есть. Да, у меня там дофигища ресниц, стремные брови, нет губ, еще нет инъекций, да вообще, вини, я вообще там другой человек, сгоревшие короткие непонятные волосы. Я тут еще не такая уж и худая, такая секси, как сейчас. А он в меня влюбился, полюбил меня такой, какая я была. А сейчас-то я вообще бомбита. Тюнинг, понимаете? Автотюнинг, ну короче, капец. Привет, ребята! Я снова в этой футболке люблю ее. Не знаю, очень нравится цвет, очень нравлюсь я с этим цветом сочетаний. Мы друг к другу подходим, я думаю. Ой, какие новости! Сегодня 1 июля. Через месяц я выйду замуж, охереть! Просто охереть! Сегодня нам уже прислали записку из ЗАГСа. Пойме! Кто-то мне написал, я выставила кусочек такой маленький, ну без всяких подробностей, где что, кого и так далее. Время, выставила просто вот этот кусочек, где, типа, присвоить фамилии. И мне кто-то написал, как я тебя понимаю, я тоже, типа, скоро выхожу замуж, и так волнуюсь, так непривычно что-то брать фамилию мужа, ля-ля-ля. Да я не волнуюсь, наоборот, я хочу. Ну, типа, не знаю, мне, наоборот, хочется, нравится, клево. Рада, что у нас будет одна фамилия, и... И это круто! Ну, типа, для меня, знаете, это такой момент, потому что я просто понимаю, что, ну, не считая, конечно, моих родителей, да, всех моих родных по крови, близких людей, ну, как бы роднее моего мужа, ну, никого не будет. Ну, и, понятно, дети мои, конечно, разумеется. И вот хочется максимально породниться со Славой, чтобы у нас была одна фамилия. Ну, мне кажется, это клёвый момент. Короче, я не знаю, просто как-то я обсуждала эту тему в Телеграме, что я хочу, и я буду, разумеется, брать фамилию мужа. И кто-то мне написал то, что, типа, в смысле, разумеется, 21 век, вообще-то не обязательно брать фамилию мужа и так далее, ты можешь не брать. Ну, я просто к этому так отношусь, что это, конечно, можно не брать, вообще пофиг. Как мне кажется, если ты любишь своего мужа, и, ну, как бы просто... Ну, это не обязательно, конечно, так, просто в моём понимании так. Если ты любишь своего мужа, то почему, типа, ты не можешь взять его фамилию и так далее, и так далее. Понятно, кому-то не нравится, кому-то хочется остаться со своей фамилией, которая дана при рождении, ещё что-то. Я тоже очень сильно люблю свою фамилию грузинскую, да, и горжусь ей, и она у меня с рождения, и много чего меня с ней связывает, и много чего было. Я всегда, когда в Грузию приезжаю, я первым делом начинаю кричать, что я Гагитидзе! Это в Москве никому особо непонятно, что это значит, а в Грузии-то ого-го, Гагитидзе, это вообще... Ну, люблю я тоже свою фамилию очень. Вот хочу, есть у меня такое желание, чтобы у нас была одна фамилия. И я знаю, что для мужчины это всегда приятно, когда жена берёт фамилию. Но я беру фамилию не потому, что я знаю, что Славе это будет приятно, и для него это важно, как для мужчины, а просто изначально, в принципе, потому что я хочу, чтобы у нас была одна фамилия. Для меня это такой момент, типа, знаете, что... Ну вот, как бы всё, теперь мы родня, и по документам. Как будто... Ну вот так вот. Ну не знаю, мне кажется, это клёво. Я понимаю, что каждому своё, и как бы не все меняют фамилии, берут там фамилию мужа и так далее, но для меня это принципиальный момент такой. Во-первых, у нас будут дети. Я хочу, чтобы у нас у всех была одна фамилия. Во-вторых, я люблю Славу. И я хочу, чтобы он был моим мужем, чтобы у нас была одна фамилия. Такая девочка. Ну не знаю, мне кажется, это клёво. Ну, типа, тупо то, что... Ну, это не тупо, это логично, типа, но я уже тоже как-то это рассказала, что мне на самом деле... Ну не то, что пофиг, какая фамилия у меня стоит в паспорте, мне не пофиг. Поэтому я и говорю так, что я очень хочу взять фамилию мужа. Но по факту все меня называют Пушман, все меня знают как Пушман. Даже вот просто до каких-то элементарных вещей, доходит на свадьбе у Карины и Оске на табличке была написана моя фамилия Пушман, а не Гагетидзе, как по паспорту. При том, что мой брат, который сидел рядом со мной, был записан, понятное дело, как Гагетидзе Георгий. А я как бы Пушман Юлия и... как бы... Ну, всем пофиг. То, какая фамилия у меня в документах на свадьбе у Иры, сестры Славы, тоже там было написано, кто за каким столом сидит, и я была тоже записана как Пушман. Ну, типа, знаете, это вот... Как бы всем пофиг, что я Гагетидзе вообще-то по документам, но... Понятно, что все привыкли, что я Пушман, вот реально. Ну, привыкли, ну, что с этим поделаешь? И как бы... Да и мне норм, я же сама выбрала такой путь, что у меня псевдоним творческий. Так-то я по всем документам Гагетидзе. Я как представлю, сколько мне документов менять. О, боже! Прям немного, а дохера я прям даже так бы сказала. ИП, права, паспорт, загранпаспорт. Загранпаспорт просто боль. Как бы это мелочь. Я думаю, что за месяц я все документы переименую. Ну, не хочется просто это затягивать. Хочется уже как-то сразу решить такие моменты после свадьбы. Я думаю, что как раз за месяц я спокойно это сделаю. Ну да, придется побегать, походить. Всякие карточки в банках. И вообще просто все менять. Это так стрёмно, это так жестко. Блин, вы прикиньте, всю жизнь, вот мне сейчас 23 года, я живу с одной фамилией. Ну, как с одной? Все это херня, потому что я живу с двумя фамилиями. Как минимум с 15 лет точно с двумя фамилиями живу. И все меня... Пушман, 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 Пушман. Ну, типа, я вообще даже не помню. Ну, вот, знаете, наверное, есть человек 5, мне кажется, которые называют меня Гагетидзе. И то, типа, редко. Мой дедушка. Хотя дедушка подкалывает постоянно то, что я Пушман, типа, какая ты Пушман, ты Гагетидзе. Но он, конечно, прекрасно понимает, что это же псевдоним творческий и так далее. Вот. Ну, наверное, вот несколько друзей у меня есть, с которыми чисто мы выросли, с дачи, которые меня называют тоже Гагетидзе. А так все. Просто все. Мама Пушман называет, папа тоже. Если что, говорит, то это Пушман. Пушман, Пушман, Плюшман. Ну, такие всякие прикольчики, подкольчики. А так реально. Куда я сейчас еду и куда я сейчас опаздываю? Давайте начнем с этого. Завтра у бренда Фурла мероприятие. Такая закрытая тусовочка. Будет презентация капсульной коллекции. Новой. И я вообще очень счастлива, что меня пригласили. И с нетерпением жду и хочу попасть. Но! Изначально мероприятие должно проводиться на веранде, я так поняла, или на крыше, на что-то такое. И там типа можно без QR-кода этого находиться. Но написали сегодня утром, что вазам можно. Да, осадки, дождик, и тогда придется переместиться в ресторан. И для этого ресторана понадобится QR-код. И написали, что есть две точки, две локации сегодня, куда можно приехать и бесплатно сдать ПЦР-тест. Я думаю, так, бесплатно летим. Суть в том, что сегодня у меня гомеопат, которому я, конечно же, не опоздаю, потому что мне даже придется несколько, ну, не минут, ну, ладно, и не часов. Ну, полчаса, наверное, посидеть, подумать о чем-то, но зато я к нему не опоздаю. И я сейчас еду на улицу 8 марта, так называется. Там до 4. Я могу сдать бесплатный ПЦР-тест. Это как бы сделано для людей, которые приглашены на мероприятия завтрашние. Я туда опаздываю. Хочется сдать бесплатный ПЦР-тест, конечно, и сходить в ресторан. Я честно клянусь максимально не хочу тратить деньги на вонючие ПЦР-тесты. Я уже обсуждала много всякого по поводу вакцин и так далее. Ой, там гаишники, у меня камера стоит, надеюсь, не заметят. Господи, хоть бы не заметили. Ля-ля-ля. Все, не заметили. А им пофиг на меня. Че, я обычный житель. Обычный житель мегаполиса. Че с меня взять? Ничего. Я просто еду к врачу. Сегодня я приеду к гомеопату. Скажу я своему гомеопату вот что. Не лечи меня. Сделай так, чтобы прыщей к свадьбе не было. Потом будешь лечить меня. Потому что это просто дичь. Сегодня он узнает, что я выхожу замуж. Он знал, что я этого хочу. Все об этом знали. Узнает, обрадуется. Зарядит мне шаров от прыщей к свадьбе. Красота. Че-то меня опять разнесло около рта. Я в принципе... Ну, не, я спокойна. Я, конечно, расстраиваюсь. Потому что все-таки это же, ну, как бы прыщи уже. Хотелось бы быть уже все идеальной. Ну, ничего не поделаешь. Ну, не все в этой жизни должно быть идеально. У меня идеальная фигура, по моему мнению. Хороший юмор у меня. Я человек добрый. Волосы у меня густые, хорошие, качественные. Ногтевая пластина у меня идеальная. У меня постоянно комплименты делают, когда я маникюр делаю. Но вот, да. Прыщи. Я не расстраиваюсь. Я вообще, знаете... Мы тут со Славой начали смотреть сериал вчера. Посмотрели аж три, по-моему, серии. Сначала я так скептически к нему отнеслась. Думаю, да че залаживай, какого черта? Почему мы не можем посмотреть фильмы? Он говорит, да давай просто включим первую серию. Не понравится, не будем смотреть. Я говорю, ну ладно, давай. Мы включили вообще очень какой-то странный сериал. Мне бы сначала показалось. Он от Apple TV. Не от Netflix там и так далее. От Apple TV. Ну, короче, у нас Apple TV и он от этого Apple TV. Я не помню, как называется. Что-то зрение, незрение. Что-то такое. Короче, суть в том, что это типа после какой-то эпидемии. И осталось что-то там в духе около двух миллионов человек на всей планете. И у всех нет зрения. То есть все, ну, как бы слепые. И я такая типа, че, че? И начинается там с того, что какая-то чувиха сейчас должна родить. И я Славе говорю, вот увидишь, родит зрячих. Сто пудово. Ну, так и вышло. То есть там какая-то эпидемия была. И люди вообще даже, ну, забыли. И не помнят. И не понимают о том, что вообще, что такое зрение. Неужели когда-то, давным-давно. А это там уже прошло такое, что, знаете, в духе они книг даже не знают для них зрение. Это просто какой-то миф. Это какая-то ересь. Ну, типа, чтобы человек видел. Чтобы человек мог что-то там увидеть. Что, оказывается, помимо солнца есть еще луна, например. То есть это вот вообще какие-то легенды. Которые остались там от прапрапрапрапрапрапрапрапрабабушек. То есть хер знает какой это год, на самом деле. Мы так и не поняли, что нам показывают. Но явно, что что-то там, может, трехтысячный какой-то. Не знаю. Может, и не трехтысячный. Но, типа, там какая-то женщина в возрасте была. И она рассказывала, что ее прапрабабушка. Или что ее прабабушка. Рассказывала ей какие-то там истории, которые она слышала от своей прабабушки. О том, что раньше у людей было зрение. И таким даром обладал почти каждый человек. Ну, типа, почти все люди на Земле видели. И про книжки что-то. И у них были книги. И они могли что-то там видеть. И различать. Ну, короче, вот такая вот история. И суть в том, что те люди, которые видят. Вот в этом мире, да, в этом сериале. Те люди, у которых есть зрение. Они, типа, считаются ведьмами. Еще какая-то дичь. А вот этих людей, которые видят, их мало. Мне понравилось. И мы что-то как-то залипли. И я вот подумала, блин, мы на самом деле... Я очень часто думаю о таких вещах. Поэтому я максимально, ну, мне кажется, позитивный человек. Ну, стараюсь, по крайней мере, быть всегда позитивным человеком. Потому что столько вещей обычных, да, в нашей жизни, которые мы не ценим. Ну, вот просто даже, да, вот зрение. Не все задумываются о таких вещах, да, то, что вот у нас есть ноги, руки, мы можем ходить, что-то делать. Ну, понятно, что, ну, как бы не у всех, я имею в виду, но вот такие вещи, которые мы считаем обыденностью, мы их не ценим. Я к тому, что нужно всегда все ценить в этой жизни. Нужно все ценить. Даже такие вещи, к которым мы привыкаем и не обращаем на это внимание, как зрение, руки, ноги, просто... Я по поводу прыщей там каких-то настолько не парюсь. Ну, как не парюсь? Конечно, мне хочется, чтобы их не было, но это... Я не чувствую там, что я схожу с ума, там, ну, типа плакать или расстраиваться из-за этого вообще не собираюсь. Просто буду решать проблему, ездить, да, узнавать, решать, пробовать что-то и так далее. Поэтому, ну, я на самом деле предполагаю еще, почему у меня сейчас все это начинает высыпать. Потому что, во-первых, я нервничаю, переживаю, плюс все вот эти QR-кода опять, то есть, ну, все равно, может быть, какой-то стресс внутри, который опять это все пламя зажигает, плюс свадьба на носу. Конечно, я волнуюсь, как бы я ни делала вид, просто изначально вообще слава, мне кажется, больше волновался по поводу того, что мы что-то не успеем или что-то будет не так. Вообще такой момент. А я такая, да ладно, не парься, забей вообще, ну, типа, блин, просто давай получать удовольствие. В итоге сама такая, твою мать, твою мать. Ну, это просто чисто мой мут. Ну, не, я все равно хочу, чтобы все было спокойно, все было хорошо. Единственное, что меня сейчас напрягает, это вакцины, это QR-кода. Это единственное, наверное, что меня действительно сейчас больше волнует. Привет, ребята, новый день, и я снова в машине, просто что за фигня. Ну, вот, мотаюсь по делам. Была на мероприятии фурла, ничего не сняла, потому что атмосфера была не совсем комфортной, было очень много людей. И из знакомых была только Маша Хребко. Я недолго там была, потому что у меня сегодня важнейшая запись. Вэйласта бьюти. В фурла подарили вот такие цветочки, но вообще там был мастер-класс, и нужно было из этих цветочков собирать веночек на голову. И еще подарки. Сразу хочу посмотреть. У меня есть буквально минут 15 до того, как у меня начнется прием, запись в Элласта бьюти. Что я буду делать, не знаю. Точнее, догадываюсь. А, тут не надо развязывать. Так, чую я, что там сумочка. Да. Вот такая сумочка, цветастенькая. Новая такая лимитированная коллекция. Такая милашка. Гум. Нарисован гум как раз, где мы только что сидели, где было мероприятие. Вот такая вот яркая. Вы знаете, что я вообще не фанат ярких сумок. Я люблю белое или черное, или бежевое. Что-то очень спокойное. Но я думаю, что она офигенно подойдет для какого-то лука, типа белого, например, полностью. Мне очень нравится здесь цепочка. Ну как вам? Ярко? Красивенько? Очень приятно. Так мило. Меня сегодня, ну не отмечают, а скинули в директ подписчики. Помните, кто смотрел реакцию Славы на четыре свадьбы? Нашу с ним последнюю. Там первая свадьба вообще лютая. И девушка ужасно себя ведет. И, короче, эта девушка, понятное дело, ну мы каждый раз, на самом деле, знаем, что наверняка есть шанс, что кто-то из этих вот участников четыре свадьбы, на кого мы снимаем реакцию, посмотрит нашу реакцию. И, возможно, она не понравится и так далее. Ну, короче, мы там очень жестко, ну как, блин, очень жестко, я не знаю, жестко, не жестко. Ну, в общем, негативили на первую девочку, потому что она вела себя как женщина очень легкого поведения. И я так скажу, мне пофиг на нее, типа я ей ничего плохого не желаю, вообще добра, если сильно обиделись, сорян. Но, типа, что ты хотела? Ну, в смысле, реально, я не знаю, мне кажется, любой адекватный, нормальный человек, у него будет такая же реакция, как и у нас. У нас был полный аут, полный шок с поведением, с отношением, ну, просто элементарно нарядов на свадьбу, еще что-то. Ну, короче, типа, я не хочу говорить, понятно, что у всех там свое видение, своя колокольня, но эта вот девушка, на которую мы так понегативили из-за того, что, ну, ее поведение просто просило об этом, она выставила сториз о том, как она, типа, посмотрела эту реакцию, и она не осилила много, посмотрела только час, потому что это ужас, типа, ей так обидно, ля-ля-ля, ну, типа, сорян, не обижайся там, не знаю. А что обижаться? Меня тоже могут обосрать, кто угодно, ну, а что я могу поделать, если люди так решили? По крайней мере, я стараюсь вести себя, ну, культурно, воспитанно, адекватно, и вот такой дичи не вытворяю. Я не знаю, ну, просто для меня это все было мерзко, и я просто сказала, что для меня это мерзко. Ну, да, я назвала ее деревенской б***ю, ну, потому что я так почувствовала. Меня тоже могут как угодно назвать, но я просто к тому, что мои слова, и, возможно, обидные слова, они в моей голове, по крайней мере, очень обоснованы и по фактам. Ее, типа, это очень задело, то, что у нас не было никакой конструктивной критики, никаких шуток, юмора не было, только, типа, обсирали и так далее. Ну, просто мне было, например, вообще не смешно и не до шуток, потому что у меня был просто лютый шок. Ну, короче, это на самом деле дичь, такие взаимодействия, ну, вообще. В любом случае, если сильно обидели, не обижайся, мы все равно добра желаем, я говорю, одна со славой. Мы все равно желаем всем добра, мы никому не желаем там чего-то ужасного и так далее, но просто я понимаю, что я бы никогда не смогла не то, что там сесть в одно поле с этим человеком, ну, просто, ну, это ужас, вообще кошмар. Все люди разные, вот. Я сегодня молодец, потому что я сегодня рано встала, так как мероприятие было в 12, ну, сбор гостей, по крайней мере, я приехала в 12.30. Встала рано, помыла голову, высушила, накрасилась, вчера я была у гомеопата, стафилококк опять мы лечим, потому что вот эти вот брыщки, которые у меня опять вылезли, это, конечно, стафилококк, но я не парюсь, потому что я знаю, что к свадьбе все пройдет, а если не пройдет, замажем, пофиг, я вообще не собираюсь расстраивать, ну, что я могу поделать? Ничего я не могу поделать. Оп, живем-живем, сейчас приду к Залине, она будет на меня ругать. Она меня всегда ругается, когда я прихожу к ней с прыщавым лицом, она говорит, что это такое, запишись на это, сходи на это, выпей это, на, возьми вот эту мазь, сделай вот это. Но я-то каждый раз знаю и понимаю, что процедура мне не поможет. Сколько я уже процедур не пробовала давно еще от прыщей, ничего не помогло, потому что есть такие вещи, которые, ну, как бы это, ну, изнутри типа. Я хочу убрать синяки под глазами, сделать нос, чтобы он был красивый в профиль и так далее, потому что я это делаю периодически, подбородок, губы, не знаю, надо мне скул делать или нет. И я безумно хочу сделать себе ботокс, просто кошмар. Но проблема в том, что он мне не особо-то сильно берет, этот ботокс. Я знаю, что у Залины есть какая-то методика для тех, кого не берет ботокс. Почему мне это надо? Вообще сейчас выпадете в осадок. Я уже какой день просыпаюсь с морщиной на лбу. В смысле морщина прям она вот там. То есть вот у меня вот здесь какая-то морщина, которая просто уже такая, знаете, застойная. Ну вот потому что я вот так вот делаю, я не знаю, может, я и сплю вот так вот, но это ужас. Я просто в шоке. И вот эта вот херня просто достала. Я как представлю, что у нас свадьба. Я стою у алтаря, Слава говорит мне клятву, светит солнце, я вот такая вот и вся в морщинах. Ну, короче, этого нужно избежать. Я не хочу. Надо будет сейчас заморозить лицо, стереть косметику. Завтра у Юли день рождения, жены папы. И у Сережи Халбера тоже. И уже Сережа написала, что я пока не знаю, успею ли я, попаду ли я. Короче, движуха не заканчивается. Хочется отдохнуть, если честно. Так что я пока точно не знаю, что в итоге сделаем. Сейчас Залина меня, надеюсь, посмотрит. Потому что сначала бывает, я прихожу, меня заморачивают, замораживают. Потом я уже прихожу к Залине. Я просто знаю, ну, насколько она занятой человек. И это просто жесть. И к ней там на консультацию люди записываются сильно заранее. И, ну, как бы, чтобы к ней попасть тоже, это нужно сильно заранее записываться. Поэтому у меня сегодня очень важный день, который я ждала. Не знаю, сколько времени в итоге я проведу в The Last of Beauty, потому что иногда бывает я долго там. Но красота того стоит. Кстати, сериал, про который я вам рассказала вчера, называется не зрение, а видеть. Мы его досмотрели, там один сезон. И я очень расстроилась, потому что он закончился, но он мне понравился. Даже не верится, что у меня есть время смотреть сериалы. И, кстати, из-за этого сериала я сбила себе немножко режима и последние пару дней вставала в 12, в час. Ну, и ложилась, понятно, позже. Но вот сегодня, надеюсь, что я пораньше лягу спать, потому что сегодня я и встала пораньше. Хотела в 9, но в итоге в 10 встала. Была я сегодня на Красной площади. Где только не была. Короче, я до этого делала инъекции в нос, которые не уменьшают, а формируют как бы. Ну, короче, типа то, что колят в подбородок, вот сюда, чтобы там скулы были. Ну, не скулы, а вот эта вот четкая линия, вытянутый подбородок. И то же самое, ну, насколько я понимаю, кололи мне в нос. Залина делала. Сюда колола чуть-чуть, чтобы он как бы был не такой вот типа вниз, вот что мне не нравится в моем носе, что он сюда вниз. А вот чтобы он был как бы наверх. Ну, и вот здесь где-то кололи. Ну, короче, я знаю, я в прошлый раз, когда была у Залина, она сказала, что она себе уменьшала нос. Есть какая-то фигня. У меня вот здесь вот пимпочка, вот эта в конце носа, в ней много очень, то есть не кость, не хрящик, а вот именно какая-то вот что-то. И так всегда, то есть у меня просто вот эта пимпочка, она толстая. И я Залини говорила, что я хочу, потому что она мне показывала свой нос, как она себе делала. И результат очень хороший, не такой, что прям пипец там небо и земля. Не знаю, может быть, это надо делать несколько этапов и так далее. Но если мы сможем вот эту пимпочку сделать мне поменьше и вот этот хвостик подубрать, то получится тот нос, который я как бы хотела... тот нос, который я себе в принципе и рисую. То есть сейчас он у меня нарисованный, ну не весь, понятное дело. Но я себе вот здесь вот оттеняю, вот здесь по бокам, то есть чтобы он оказался меньше. Короче, да, я больная на всю голову. И куча у меня проблем в голове. Что хотите, то и пишите. Я люблю, хочу и буду делать то, что мне нравится. То, что, по моему мнению, делает меня привлекательной. И я знаю, что я привлекательная. Знаю. Поэтому, когда мне кто-то пишет, типа, ой, больная, что ты с собой наделала? Да мне пофиг. Пофиг, потому что все остальные пишут, ой, мама, какая красивая. А дело даже не в том, что пишут, а просто в том, что я хочу смотреть на себя и кайфовать. Ну, вы знаете, типа, я, ну, как бы, если вы напишете то, что у меня проблемы какие-то с тем, чтобы принять себя, я не буду отказываться. Ну, типа, окей, можете так написать, мне это даже не обидит, не заденет, потому что наверняка, возможно, так и есть. Может быть, у меня еще какие-то проблемы с головой, я не знаю. Но мне глубоко насрать. Почему? Потому что, как я и сказала, я делаю то, что мне нравится. Но я считаю, все, что я не делаю, я не превращаюсь в какую-то куклу непонятную, ну, какое-то чудовище. Иногда вот пишут то, что, ой, что с собой сделала кукла какая-то. Я думаю, а что я такого сделала-то? В смысле, где я похожа, там, не на человека или еще что-то. Ну, просто бредятина лютая. То есть, я считаю, что, да, у меня точно проблемы с каким-то принятием себя, ну, 100%, там, с мнением каким-то о себе, внешность, вот это вот все, то, что я не принимаю, мне не нравится, хочется изменить. Но не так, чтобы сильно, типа, я себе нравлюсь, я считаю себя красивой, просто сейчас мы все это немножко еще подколем, подшаманим, потому что те же инъекции в нос, подбородок, в губы, они же со временем рассасываются. Поэтому это просто то, что нужно делать периодически. Поэтому, если вдруг вы начнете, то знайте, что придется продолжать и продолжать, если вы захотите, ну, оставить все так, как вот получилось, чтобы результат не уходил. А еще я хочу сделать губы, возможно, Залина мне скажет, нет, пошла нафиг, потому что я к ней каждый раз прихожу и говорю, сделай больше, больше, кали больше. Хочется больше, реально, если честно. В общем, посмотрим, что в итоге сделаем, потом расскажу. Во-первых, я сейчас без макияжа полностью, вы видите, что у меня снова есть прыщи, но мне так на них пофиг, они меня вообще не волнуют. Была я у гомеопата, он мне зарядил шары, снова от стафилокока, потому что я их не допила до конца, потому что это все не за один момент решается и так далее. И вроде как он отступил у меня, потом мы начали его убирать изнутри моего. То есть мы убрали стафилококк с лица, он у меня где-то в лбу сидел, где-то в пазухах каких-то, я не знаю. Но это вот был тот момент, когда мы полетели на Алтай, и тогда я там пропила вот эти шарики от стафилокока. У меня очень сильно изменилось лицо, просто стало офигенным в плане прыщей не было. Потом мы продолжили лечение, так как стафилококк у меня сидел еще где-то там внутри, типа в кишечнике или что-то такое. Ну, короче, его нужно было везде убрать, мы его до конца не успели убрать, потому что там еще что-то. Потом у меня какие-то эмоции были, негативы, и мы не могли посмотреть уже, что там дальше со стафилококком, потому что нужно было решить более серьезную проблему, которая мешала увидеть, что со стафилококком. Короче, это сложно объяснить. Ну, в общем, пока мы катались, туда-сюда ездили, летали и так далее и тому подобное, у меня 100 вылезло на лице. Но вот я вам могу сказать, что вчера был третий день, как я пью шарики, у меня уже даже за три дня стала кожа еще лучше. То есть у меня действительно опять начали вот здесь вот появляться какие-то такие прям, знаете, ну, такие не то, что прям внутренние здоровые брюши. Боже, все эти брюшевые темы просто уже как часть моей жизни. Пошла нахер. Короче, вылезло у меня это все. И вот за три дня у меня уже даже стало получше, и что-то прошло, что было такое прям жесткое. Мой нос. Мой нос. Я была в Last Beauty, вы знаете, и мы в первый раз кололи липолитики в нос. Я не знаю, как я на это решилась, наверное, потому что, опять же-таки, хоть я и очень мнительный, сомнительный человек, но вот у меня есть там врачи, которым я очень сильно доверяю. Я не знаю, просто беру и доверяю. Вот я чувствую, что я доверяю. Я не знаю, как так выходит. Это вот какой-то мой внутренний говорит, доверяй полностью. Я доверяю Залине максимально, Луизе, вот то, что с винирами, зубами связано, да и не только, ну как бы вот просто доверие максимальное. К своему гомеопату я тоже доверяю. И, ну, про гомеопата ладно, как бы не все в это верят и так далее, хотя я уже таким каким-то образом вот с кем не общаюсь на эту тему. Я уже поняла и встретила даже людей, которые только за гомеопатию топят, вообще только так лечатся всю жизнь и своих детей и так далее. Я такая, о, класс, нам будет приятно вместе пообщаться на эту тему, потому что, ну, многие к этому очень скептически относятся и так далее. Но я ничего с этим поделать не могу, да и, в принципе, не забираюсь, мне пофиг, как говорится. У меня мама тоже, знаете, не особо за гомеопатию, она, ну, как бы... Короче, я считаю так, что вот есть люди, которым... для которых эта информация кайф, а кто-то ее не принимает, и он может не принимать спокойно. Я всегда, когда кто-то что-то мне говорит, я говорю, вы лечитесь так, как вы хотите лечиться, я буду лечиться так, как я хочу лечиться, потому что я в это верю и так далее, и мне это помогает. Вчера был день рождения у Юли, папина жена, тусили, отмечали, я очень поздно вернулась домой, очень поздно по меркам моего нового режима, потому что я начала же рано ложиться, рано вставать, но тут у меня опять все сбилось, сегодня я вообще лежала где-то до часа в кровати, ну, проснулась я раньше, просто лежала в телефоне, потом опять вот так лежала, мы с Вивечкой очень сладко обнимались, и мне не надо, типа, никуда сегодня идти, надеюсь, сейчас проверим по календарю, то это будет фейл. Нет, мне никуда не надо сегодня идти, поэтому я лежала, никуда не торопилась, просто кайфовала. Я выгляжу сейчас не очень красиво, не очень презентабельно, я знаю, но меня это никак не колышет, потому что меня уже позвали замуж, можно быть страшной, да ладно. Я с грязной головой, не накрашенная, с мазью на носу, потому что у меня синяк просто лютый, я думаю, что пока что еще у меня даже нос немножко опухший. В этот раз мы делали липолитик в нос, вот в пимпочку, в эту, которая должна стать уже. Скажу честно, это реально вообще стрёмно, это рискованно очень, потому что, ну, мало ли, что там с одной стороны больше идет, с другой стороны меньше, но я надеюсь, что все будет нормально. А когда колят липолитики, нужно долгое время прижимать. Вот мы сюда тоже прокололи липолитик, я рассказывала, и я вот так вот долго сидела и прям сильно прижимала лицо. Это очень тяжело, потому что руки сильно устают, а надо максимально жестко прижимать, чтобы, ну, вот как следует все прошло. Также меня укололи дофигеть ботокса, но он как-то по-другому называется, потому что мы новый какой-то диспорт, 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 как, короче, какую-то такую тему мне кололи. Это типа тот же боталотоксин, просто другой фирмы что-то такое, другой производитель, потому что ботокс, вот ботокс, да, там типа как американский, который я до этого два раза делала, он меня не сильно-то взял. Вот интересно, когда прям сильно подействует, меня вот сюда хорошенько укололи, потому что вот эти штуки, ну, они уже как будто меньше стали, потому что у меня обычно здесь такая полоса здоровая, и мне это надоело, потому что я вообще, в принципе, вот уже заметила, что мне обязательно, ну, вот это звучит стрёмно, наверное, кто-то посмеётся, мне 23 года, но вот я прихожу, когда там в тот же Last Beauty, а то кто-то, в принципе, и хожу колоть что-то с лицом, я консультировалась, я говорю то, что вот так и так, ну, я понимаю, что мне 23 года, наверное, странно колоть ботокс в лоб, но я как бы долго, ну, не делала этого, потому что я думала, что, ну, я же ещё молодая, какой мне нафиг ботокс, но на самом деле, как бы это странно ни звучало, но есть показания, у меня очень подвижный лоб, у меня уже, ну, как бы могут начаться жёсткие заломы на лбу, и там к 35 годам у меня будет жесть чё с лбом вот здесь вот, то есть это уже такие будут заломы, которые даже в расслабленном состоянии лица, они будут постоянно, я, конечно же, этого не хочу, и, ну, просто трезво к этому отношусь, и, ну, как бы мне пофиг, ну, вы знаете, я такая, я просто, есть вещи, на которые я, как бы, ну, нет, надо найти другой вариант, я это делать не буду, например, там, нос, я очень долгое время же вам рассказывала, что хотела сделать себе нос очень давно, ну, то есть мне казалось, что я обязательно сделаю себе нос, не знаю, там, по сколько лет и когда именно операцию, потому что он мне никогда там особо не нравился, и мне всегда хотелось, чтобы он был более аккуратный, миленький такой, маленький, чтобы он не загибался вниз, ну, вот такой нос у меня, блин, ну, почему? Ну, ничего не могу поделать. Потом я пришла в Ласта Бьюти, Залина мне сказала, давай мы тебе просто нос сделаем сейчас красивенький, вот так вот приподнимем, здесь вот так вот выровняем, и мы сделали сумасшедший крутой нос. Вот я вам даже покажу сейчас фотки до и после, вот чё было и чё стало. Ну, тут, правда, разница, я не знаю, сколько лет, нормально так, потому что вот, я не знаю, с какой стороны я поставлю до и после. Ну, вот до, наверное, да? Вот, здесь, я не знаю, наверное, может быть, пару раз я сделала губы только, это мне лет 18, может быть, не знаю, около 19, то есть я там вообще ничего не сделала, ни подбородок, ни углы челюсти, ни нос, у меня тут ещё виниров нет, что ещё, что ещё я там сделала, не сделала, губы тоже небольшие, не такие большие, как сейчас. А здесь это вот я фоткала, по-моему, несколько месяцев назад, в телеграм кидала просто, типа, вот, посмотрите, чё было, чё стало. И кажется, это реально вот, в это трудно поверить, но ощущение, что реально, ну, я сделала пластическую операцию на нос, и здесь нет абсолютно на этих двух фотках нет фотошопа вообще. То есть вообще, это я клянусь, и ничего нигде не равняла, то есть это правда, вот такой вот нос получился от инъекций. И когда ты вот это видишь, ты думаешь, на кой чёрт мне делать операцию? Тем более, я не знаю, понравится мне или нет. Ну, в общем, да, мы сделали губы, причём я, не знаю, рассказывала я вам в этом видео или нет, то, что, оказывается, Залина мне сделала 0,6, аж вколола в губы, потому что я ей каждый раз говорю больше, больше, больше. И мне всегда кажется, что она мне колет, типа, 0,2, 0,1, 0,3 максимум. Она говорит, я тебе дофига вколола, Юля, 0,6 тебе сделала, куда ещё больше? Ну, короче, сделали, она мне не колола очень много верхнюю губу, она мне сделала побольше нижнюю, потому что она мне очень идёт, как говорит Залина. И вот сюда вот просто, чтобы форму, вот это вот всё, вот, так что кайфуем! Так интересно наблюдать, ну, вот в течение, там, недели, двух недель у меня уже точно схватится ботокс, и будет прям, ну, результат такой будет видно, так что запомните. Вот сейчас так, так, мне кажется, он уже даже взялся. А на носу у меня синяк. Сумасшедший! Я просто с этого дико ржу, потому что я, знаете, как какая-то картинка, типа, скелетон какой-то, у которого такой чёрный нос, или я не знаю, чё, но это вообще дичь. На самом деле за нос я больше всего переживаю, потому что я в первый раз сделала эту процедуру, и я не знаю, что вообще, как бы, должно быть. Но я доверяю за линии, я видела, как бы, результаты до-после от этой процедуры, поэтому я думаю, что всё будет хорошо. И когда мы вкололи мне нос тоже, кстати, это было достаточно больновато, липолитик, который мы делали, потому что до этого, когда мы делали именно форму носа, инъекцию, было не так больно. И когда мы делали нос, тогда вот именно форму приподнять и так далее, ну, мне нельзя было трогать нос вообще. А в этот раз, после липолитиков, мне, наоборот, надо было сильно его, как будто прищепку прижать, потому что мы вот в бока воткнули, и вот сюда вниз, то есть, чтобы он меньше вниз загибался, чтобы он здесь стал поуже, то, что как раз я обычно себе рисую. И мне надо было зажать сильно нос вот так вот, и ещё снизу как-то его сильно поджимать, чтобы вот, ну, как бы, вот вошло всё, это чё, как надо. Не знаю, это дичь! Я не знаю, что я сегодня буду делать, пока что я точно сижу дома, в идеале привести себя в порядок, может, поубираться дома и так далее. Ну, как обычно, я это люблю. У меня появилось вдохновение пересмотреть свои какие-то старые влоги, недели влогов, когда мне только поставили виниры, вот это вот всё, это прикольно. Блин, люблю я недели влогов. Вообще не знаю, сейчас, может, что-нибудь придумаю, может быть, вдруг у меня нос замажется сегодня получше. хочется что-то такое классненькое сделать. В общем-то, работать надо. Работать надо! Ням, много. Всё, ребята, хватит выглядеть как бомж. Хоть я всё ещё с синим носом, просто как пёс какой-то. Это вообще угар. Ещё вот здесь у меня синяк. Если издалека посмотреть, то кажется, что у меня здесь брови растут. Хотя я сегодня, клянусь, выщипывала. Там не должно быть ничего такого. Короче, я так что сняла распаковочку в Инстаграм. Мне прислали новые и новые индочки. И посмотрите, какой охерительный топ. Ё-моё. Просто. Всё, вот такие шорты. Просто, надеюсь... А, ну как раз сейчас будет жара лютая, мне будет куда ходить. Единственное, дождаться бы, когда синяки эти пройдут, потому что это просто капец. Я очень сильно жду, когда приедет Слава, потому что у меня даже тревожность сегодня весь день, наверное, на почве того, что нету рядом моего любимого. Я сделала себе макароны с сосисками. Было не так вкусно, как это делает Слава, например. Может, макароны какие-то были дурацкие, или что-то не так сделала. Такая жена будущая, конечно, макароны сварить не может. Да не, Стивусь, всё могу. Просто он как-то это лучше делает. С любовью больше, как будто любви он в макароны вкладывает. Я не знаю, что у меня сегодня за странное состояние, но вот у меня вот здесь, я сегодня весь день вот так утрогаю, как будто у меня сердце стучит сильно. Я не знаю, почему. Может, мне надо прогуляться, подышать воздухом в парке. Сходить в кино. Или в ресторан. Я не знаю, что угодно. Что угодно, лишь бы не сидеть дома. Так вот, сняла распаковочку Тискёрта, сняла распаковочку Андиор. Да, знаете, я сотрудничаю и дружу с очень крупными брендами, компаниями. Мне очень приятно. Вот, там были офигенские тени. Кто подписан на меня в Инстаграм, то вы видели. Я хочу ими прям попользоваться, потому что, вы знаете, я редко прям пользуюсь тенями. Я вообще за максимально натуральный макияж. Это очень смешно, потому что, да, я много всяких каких-то штучек с собой делаю. Там губы, ещё что-то, инъекции. Но при этом я, ну, не хочу ещё добавлять к этому всему какой-то тяжёлый макияж. Я вообще не люблю какие-то, ну, яркие там тени на глазах, ещё что-то. Ну, короче, вы знаете, что, мне кажется, у меня всегда, везде один и тот же макияж. И я думаю, что даже на свадьбе у меня будет максимально натурально. Я очень хочу, чтобы я выглядела максимально натурально, легко, знаете, чтобы не было каких-то вот тяжёлых глаз, ещё что-то. То есть, никаких стрелок я не хочу. Мы, конечно, посмотрим, подумаем по образу, чтобы красиво было. Там скулы, носик поуже, ещё что-то, бровки. Я могу накрасить, хотя вот сегодня у меня вообще брови не накрашены. Мне очень нравится, как выглядит естественно, натурально. Единственное, что они у меня не всегда одинаковые, потому что это просто, ну, ничего одинакового не бывает. И вы даже так смотрите и понимаете прекрасно, что они разные. И как минимум у меня две стороны лица, они, ну, тоже разные. Типа, они не на одном уровне стоят, потому что так, это жизнь, ничего одинакового не бывает. Я себе сделала зелёный чай в надежде, что он меня успокоит, уже весь выпила. Я не знаю, что за фигня, но вот у меня сегодня какая-то вот фигня. Какое-то вот состояние сегодня, не знаю, может, потому что я бухала вчера, но я не знаю. Я думаю, что предложу сегодня Славе снять реакцию на его канал. Просто постараюсь ещё сильнее замазать нос, вот эту часть. Ну, посидим по рофлям, поугараем. Короче, Карине с Оском на свадьбу в вот это прикольное видео, которое, я не знаю, наверняка выставит. Тоже на YouTube попозже, не знаю, выставит. Нет, ну, короче. Его делала Люба. И я ей тоже пишу, типа, йоу, мэн, здорово, Люба. И я не... ну, нет у меня времени и желания этим заниматься. Ну, как бы желание, может, и есть, но я просто понимаю, что это долго. Вот она мне скидывает, говорит, всё готово, поэтому давайте смотреть это видео. Должно быть о том, как мы познакомились, как мы друг друга полюбили и так далее. И, ну, как бы я понимаю, что, возможно, какие-то моменты я захочу там поменять или вставить какие-то ещё кусочки. Поэтому это такая совместная работа. Но, понятно, за эту работу я заплачу денюжку Любе. Так что, Люба, красава, сейчас будем смотреть. Слава написал, что они уже подъезжают. Смотрим. Мы поменяли статус, семейный статус ВКонтакте. И теперь Юля моя невестка, а я твой Жоних. Жоних. Я про Юлю, о Юле, знал давненько. Я как-то даже кинул ей заявочку в друзья, которую она проигналила. Закинула меня в подписчиков, и я только посмотрел, что она меня не добавила в друзья и отписался от нее. Потом прошло очень много времени. Я собирался снимать клип. Такая скромная была, когда мы первый раз увиделись в Питере над съёмкой. Выходит такая девочка. Вот и мы. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Меня мучает высокое давление и влюблённость. Чё там? Добро засолоть? Первый раз у такого стекционного врача. Ну чё, Зай? Читаю. Ну понятно, две полоски, а есть корона, нет? Одна. Но есть ещё недостоверный. Первая. Цветовая полоса по цвету, и честная гаджа, и правильную работу доска. Последние два дня у меня странное состояние. Я думала, у меня низкое давление, потому что у меня были заложены уши, у меня была тревожность вот здесь. Вероятно, как многие подумали, что я беспокоюсь из-за предстоящей свадьбы, но мне кажется, что вообще какая-то девочка маленькая, чтобы так нервничать. Я же уже женщина, взрослая. Ну короче, не знаю, состояние было отстойное. Еда мне вся невкусная, настроения нету, тревожность какая-то. Сердце стучит, уши заложены, ноги ватные. Думаю, что за херня такая? Вчера вот у меня было такое состояние, и сегодня, думаю, блин, тоже как-то не очень. В итоге надо перестраховаться. Не трогайте окошко от зонтата. Доказали так. А то что, мне два раза надо тыкать, я не поняла. И возьмите образец мазок. Он двухсторонний? Используя предоставленный спиритный мазок. Для этого вращайте мазок более пяти раз, сдавливая пробирку для полного изменения. Удалите мазок. Плотно наденьте крышку с носиком на трубку и капните три капли в колодец для образца на тестирующем устройстве. Только что заснула в нос, отвратительно. Просто отвратительно. Сейчас мы продолжаем наши процедурные. Раз, два, три, пять. Все, теперь ждем 15-30 минут. 15 минут, Зай. Шепутной такой не могу. Коронавирус, корона, уходи с нашего района. Ай, ненавижу в нос тыкать. Все, жди. Ну вот, я опять не беременна, Зай. Короче, рассказываю. Мы сегодня со Славой пошли в парк. У меня какое-то отвратительное состояние сегодня было весь день. Сейчас тоже не могу сказать, что прям супер. Но у меня как-то все равно получится. Как будто бы встала. Я сейчас вообще полдевятого. Я только встала недавно, потому что я где-то часа полтора лежала в кровати, типа дремала. Чуть-чуть поспала. Потому что, ну я не знаю, я не хотела спать. Но я просто легла, потому что вот это состояние, оно мне надоело. Я уже не хочу находиться в этом состоянии. Ну, короче, не знаю, может быть, это действительно мой организм переживает из-за свадьбы. Но это просто, ну типа я в это не верю, потому что никакого черта. У меня же все нормально. Ну, в общем, не знаю, может быть, действительно. Короче, у меня, видимо, давление поднялось. По моим ощущениям, оно у меня наоборот было низкое. Потому что мы даже померили мне температуру, и было 36. Ну, типа, может, это не что-то такое, это нормально. Но у меня, знаете, такие ватные руки были, как будто бы холодные даже. Ноги такие какие-то, вот уши заложены. То есть такое состояние дерьмовое прям. Мы пошли в аптеку, купили эту фигню, которая давление мерит. Померили давление. У меня давление было, сейчас скажу. Первый раз, когда мы домой только пришли, померили, было у меня 135 на 103. При норме. 120 на 80. Ну, опять же-таки, я понимаю, что у всех своя норма, в которой люди живут, наверное. Да, 120 на 80 норма, а у меня было 135 на 103. Ну, типа, повышенные как бы, немного, типа, не знаю. Сейчас 131 на 96. Ну, то есть ничего особо не изменилось. Ну, короче, поверили давление, я легла. До этого мы прогулялись в парке, я ничего не стала снимать, потому что у меня было такое состояние отвратительное. Хотя я понимала, что, ну, как бы, в идеале, да, если я снимаю влог, то мне же надо показать. Потому что там кто-то жаловался, что в машине много болтовни, согласна. Ну, вот видите, какая я сейчас, что-то состояние у меня вообще не очень. Вчера мне было даже вот невкусно есть. Ну, знаете, даже не знаю, что хочу. Вот вроде хочется что-то пожевать. Сегодня мы заезжали в Макдональдс. Отвратительно невкусно было. Я просто еще почему-то запереживала. Тест заказала на ковид. Господи, Макдональдс невкусный. Причем я его до этого заказывала на дом. То ли позавчера привезли. Вообще невкусно было. Ну, там можно подумать, ладно, холодно, еще что-то. Сегодня мы заехали тоже, взяли. Тоже как-то невкусно. Что-то вообще невкусно было. Знаете, вот, а у меня... А липин вкусный. Я просто не знаю, что думать. Ковида нет. И это радует. Потому что мне не до ковида. Я уже подумала о том, господи, какой кошмар. У меня платья нет на спальне. Ох, черта, ковид нет. Окей, ну все в порядке, все обошлось. У нас есть еще один, на всякий случай. Вообще, я заказала два, потому что я подумала, вдруг, если у меня, то и Славе надо сделать. У меня все в порядке. Хотя я чувствую себя так себе. Но, опять же, какие-то не симптомы ковида. Меня просто начали все пугать. Знакомые начали. Ой, у меня так ковид начинался. Еще что-то. Хотя другие люди, у которых тоже там был ковид, мне написали то, что не, это вообще, типа, у меня вообще по-другому все было и так далее. Ну, в общем, я думаю, а ладно, я откуда знаю. У всех по-разному, кто его знает. В клинике у меня ковида не было. Также я была у гомеопата. Он тоже сказал, что нет ковида. Ну, я это и так знаю. Короче, ковида, нет, гулянь, девки. Только состояние странное. Не знаю, может, действительно, это какой-то синдром волнительный перед свадьбой. Синяк у меня все еще на носу, конечно же. Ну, он у меня стерся, я сейчас еще лежала, дремала. Но, в принципе, проходит потихоньку. Мне больше интересно посмотреть, какой у меня в итоге нос будет. Потому что я думаю, что результата еще, конечно, нет. А он же должен стать меньше, и это волнительно. Так что мы сегодня, на самом деле, много всяких дел сделали. Сходили еще, распечатали договор с местом, где у нас будет свадьба. Подписали, отсканировали. Сейчас отправим по почте Колубиной. Вот. Что еще у нас? В целом, все. Даже приглашения у нас уже на руках. Кстати, сейчас тоже можно будет уже их отправлять нашим гостям. И еще от себя добавим такую памятку, что нужен QR-код на нашу свадьбу. Это, кстати, знаете, да, это, конечно, отстой. Потому что гостям придется потратиться еще на это. Тоже какого-то рода заморочки и так далее. Но зато мы будем спокойны. И наши дедушки, бабушки, которые будут у нас на свадьбе, наши родители, тоже все будут спокойны. И мы будем знать, что нет сейчас ни одной души в этом помещении с ковидом. И это не может не радовать. Поэтому даже в самых неприятных моментах, что придется на это деньги тратить, заморачиваться, чтобы к нам попасть на свадьбу, еще какие-то тесты сдавать, еще что-то, QR-коды. Зато мы будем знать, что все в порядке. И там все здоровенькие. И вообще всем желаю здоровья. Курочка, мамина. Я и мой синий нос решили вот что. Я буду смотреть, какое у меня будет завтра состояние, потому что они у меня не очень хорошие. У меня нормальное настроение. У меня нет температуры, у меня нет слабости. Короче, очень странно. Я не помню, что у меня такое было. Вообще, в принципе, в принципе, даже не вспоминаю такого. Вчера у меня была тревожность. То есть прямо вот здесь вот я прям чувствую вот это вот чувство тревоги какой-то, ну, отвратительное. И мне очень невкусно было вчера кушать ужин. Да и вообще как-то вся еда мне не заходила. Хотя вчера мы снимали реакцию со Славой, которая уже сегодня вышла. Обмен с женами. Королева Лазурного берега называется. И вот интересно, как я там вообще себя веду. Ну, да, исполнится вот такая вот мечта. Я думаю, что она бы, да, и никогда бы даже не попала бы туда вот так здесь. Ну, вот я там нормально сижу, как бы всё хорошо и так далее. И, в принципе, я вот в том-то и суть, что очень странное состояние, что вроде всё хорошо, но при этом что-то не так. И меня это напрягает, потому что я не понимаю, то ли иногда мне кажется, что я что-то не чувствую, какие-то запахи, хотя я всё чувствую. Но вот как будто бы у меня такое, знаете, странное состояние, как будто бы я должна... Нет, я чувствую. Чувствую, но просто, может быть, это из-за того, что у меня какое-то действительно давление, уши заложены, всё ещё. И иногда мне кажется, что я чего-то не ощущаю. Короче, у меня такое состояние, как будто бы меня здесь нет. Это просто дичь. Потому что вот я сегодня Славе говорю, мы сидели в парке на лавочке. Я говорю, у меня такое состояние, как будто бы я сижу дома и управляю компьютерной игрой. И я в компьютерной игре сижу здесь на лавочке с тобой. То есть такое странное состояние, как будто бы это всё нереально. Короче, я не знаю. Сегодня у меня тревожности нет, но у меня сегодня ватные какие-то ноги. Ощущение, что тело у меня какое-то лёгкое. И у меня нет слабости, у меня ничего не ломит. Температуры тоже нет. Мы даже померили на всякий случай. Было вообще 36 даже, а не там выше. И даже не 36,6. Короче, но такое состояние, как будто бы я могу в обморок упасть. Хотя тоже как будто и не это. Короче, странный пипец. Экспресс-тест показал, что у меня нет ковида. Понятное дело, я не могу доверять полностью на 100% этой штуке. Я буду смотреть, как завтра я буду себя чувствовать. В любом случае, у нас дома есть ещё один экспресс-тест. И если я почувствую, что мне лучше не стало ещё что-то, то, ну, я не знаю, либо я пойду, сдам уже нормальный тест внизу. У нас прямо в доме есть. Либо я не знаю что, либо сделаю этот ещё один экспресс. Ну, просто как-то доверие к нему не могу сказать, что 100%. Прям вдруг он что-то не показывает ещё что-то. Потому что я знаю случаи, когда люди делали, и им показывалось, что нет. А в итоге, ну, у них потом были антитела и так далее. Короче, хрен знает. В любом случае, я с вами на этом заканчиваю. У меня опять разговорная фигня получилась. Я не знаю, что будет дальше. Мне главное, чтобы не ковид никакой. Хотя я планирую завтра уже начать пить свои шарики от ковида. Я попросила гомеопата, чтобы он зарядил мне шары от ковида. Ну, мало ли. Кстати, я сегодня пила противовирусную таблетку на всякий случай, даже днём. Потому что состояние у меня было отстойное. Я подумала, вдруг я сейчас заболею, ещё что-то. Ну, короче, я не знаю. Я ничего не понимаю. В общем, ладно, всё. Извините, что опять у меня такое домашнее, разговорное. Ну, вот как получилось. Надеюсь, что всё будет хорошо. Завтра, послезавтра я буду ходить, гулять, снимать. Дам всё равно ещё тест наверняка, чтобы можно было спокойно ходить с тем же QR-кодом и так далее. Ладно, всё. Всем пока. Новостей как-то сильно хороших особо нет. Так что вы тоже не болейте. Надеюсь, что у вас всё будет в порядке. Целую, обнимаю. Всем пока.